ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одна яма, но мельче – 4 сантиметра в глубину. Чтобы не остаться без колес, водители вынуждены каждый раз, проезжая здесь, снижать скорость. Мы учились в 70-х годах в институте, ходили, дружили здесь по-свободному. Было прекрасно, дороги были хорошие, асфальт был хороший, но сейчас невыносимо. Да не то, что говорят, главные улицы. Главные-то улицы нельзя проехать, а второстепенно уже говорить нечего. Все разбито. Подвеску жалко, машину жалко, там, где сильно глубокие ямы, стараюсь вообще не ездить, то есть еще новые маршруты. А это уже центр города – улица Карла Маркса. Здесь глубокая колея появилась прямо на автобусной полосе. Жалуются водители и на коммунальный мост. Говорят, лишний раз здесь стараются не ездить, пугают разбитые деформационные швы. У нас нанотехнологичные дороги, они таятся снегом. На бензин цены выросли, налоги платим, а дорог как не было в России, так и нет. Хуже не бывает, хватит. Дорога хуже не бывает, как Красноярская. В администрации Красноярска про все дорожные изъяны знают. Говорят, сезон работ по большому счету еще не начался. Проспект Свободный до прошлого года был на гарантии. Подрядчика не раз просили привезти дорожное покрытие в порядок. Но он этого так и не сделал, поэтому сейчас мэрия будет добиваться ремонта через суд. Улица Карла Маркса тоже на гарантии, а вот коммунальный мост на балансе города. Там, соответственно, в рамках текущего содержания выполняют ремонтные работы, в том числе возле швов асфальт делают в рамках содержания. Также будут это делать в ближайшее время, в сезон, как только позволит погода. То же самое на Копыловском мосту. То есть там, где есть гарантии, делает подрядчик по гарантии. Там, где нет гарантии, делают в рамках содержания ДРСП или СТП. Между тем, кое-где работы уже начались. Дорожники подлатали один из самых проблемных участков на пересечении улиц Матросова и Семафорной. Как только позволит погода, говорят в мэрии, техника зайдет и на другие магистрали. Екатерина Любим, Иван Дорофеев, Енисей. Новости.